Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Citroen C-Crosser 2007 года выпуска. Аналог автомобиля Mitsubishi Outlander. Объем двигателя 2,4 литра, коробка-вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 182 тысячи километров. Отказал замок задней двери. Вернее, шум идет, когда нажимаешь на кнопку. А движения никакого нету, не срабатывает. То ли соленоид устал и не дотягивает, то ли тяга слетела. Сниму обшивку задней двери, попробую открыть ее и там уже разобраться, что случилось. Вот обшивка задней двери и посередине вот этот пятачок. Я полагаю, что под ним находится собачка. Снимаем. Так, значит, не надо разбирать. открыл сейчас попробую показать как именно снимаю обшивку обшивку Вот сам механизм. Получается, замок закрываю. Защёлкнул, а чтоб его открыть, вот эту собачку вниз. Но почему он не срабатывает? Так, опять закрою и попробую нажать кнопку. А, она сломалась, собачка. Она сломалась. Вот эта вот пластиковая штучка, вот она. Видно под отверткой. И она её не открывает. Вот сейчас отошла. Она должна её надавить. А она её почему-то не давит. Попробую снять механизм, посмотреть что там. Откручиваю три болта. Также откручиваю вот этот саморез. Разъём снять надо. Посмотрел здесь сверху фиксатор нажимаем. Вот он, посередине. Пальцем нажимаем и сдвигаем его. И вот весь механизм. А вот кусочек обломанный, который от собачки отломался. Вот он. Сейчас сниму, попробую его паяльником запаять. Откручу два вот этих самореза. От замка отделю. Всё у нас получается. Механизм разделён. Взял подконечную отвертку. Саморез выкручиваю полностью. Потому что когда собачку спаяем, её надо будет подтянуть этим саморезом. Вот она, она здесь в квадрат ставится. И давит. Механизм срабатывает, а замок не открывается. И дополнительной возможности из салона открыть нету. Ни на полу, ни на панели. Ладно, пошёл паяльником спаяю. Показывать это уже не буду. Запаял вот так вот собачку. Квадратик не трогал. Квадратик целый остался. С этой стороны пропаял и здесь пропаял. Здесь с замка, вот если видно, отрезал кусочек пластика. Это место никуда не крепится. Крепятся только эти места. Чтоб мне пластика одного состава было, я вот этот взял и здесь впаял для жёсткости. А теперь можно поставить на место и закрутить. Здесь есть центрующие направляющие. Всё, вот она встала. Даже возьму вот эту смазку. Смазки вниз смещу. И прикручиваю саморезик. Посмотрим, если эту собачку можно отдельно от механизма заказать. Можно её и заказать. Так. О, яйцо. О, яйцо. Клот, яйцо. О, яйцо. Яйцо. О, яйцо. Пробавляем. Яну, яйцо. Класс. Яйцо. О, яйцо. М箱. Здесь механизм не упирается. Даже можно для интереса проверить, как он работает сейчас. Защёлкиваю. Один раз и он сломался сразу же. Не пойдёт это дело. Попробовал спаять ещё раз, сделал менее красиво, но я здесь по две металлических скобки от степлера вставил. Вот если видно, блестит одна и отсюда вторая. Также здесь вот она одна и отсюда вторая. Надеюсь, что скобки создадут жёсткости этой конструкции. Сейчас так же подключу и сразу проверю. Попробую ещё раз. Работает. Ну, скобки держат. Не знаю, насколько это хватит, но быстрее всего придётся, наверное, механизм заказывать. Ну, скобки держат. Скобки помогли. Всё, собираю, ставлю. Крымая. Видео. Крым. С labeling. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрутил, пробую. Все, багажник открывается. Работает. Ставлю на место обшивку. Она на клипсах, чтоб защелкнули. И на этом временную залепуху приспособил. Я думаю, что какое-то время она поработает. А там, если даже сломается, надо будет заказать и заменить на новую. Замечательно. На этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok